В Царево-Кокшайском Кремле в минувшие выходные собрались любители исторической реконструкции. Здесь прошел фестиваль под знаменем Отечества «Зимний Кремль». Представители клубов четырех городов показали свою ловкость в ходе турниров и массовых сражений. Самой зрелищной частью фестиваля стал штурм Снежной крепости. Гости фестиваля могли примерить на себя одежду и вооружение скандинавских воинов. Узнать тонкости их быта. К примеру, вместо пуговиц воины использовали металлические застежки в виде кольца или полукольца фибулы. Наличие фибулы считалось признаком достатка. Часто воины использовали фибулы, чтобы в случае гибели на поле боя расплатиться за свои похороны с помощью дорогого украшения. Фестиваль исторической реконструкции уже не первый год проходит в Царево-Кокшайском Кремле. На этот раз помериться силами приехали любители живой истории из Чебоксар, Яранска, Нижнекамска и Ишкаралы. Реконструкцией я занимаюсь, ну, давайте скажем так, 10 плюс лет. Историю надо знать, историю надо понимать. А у нас получается немножко не книжная история. У нас она больше экспериментальная. Именно попробовать ремесла, технологии. То есть даже говоря о той же обуви, мы все понимаем, какая она была. Но какие-то эксплуатационные свойства, какие-то плюсы, минусы, этого как бы в книжках особо не прочитаешь, в этом, наверное, и весь интерес. Проявить свою удаль и силу могли на праздники и сами гости. Можно было потягать деревянную штангу, весила она 30 и 50 килограммов. Сколько раз поднял? Пять. Или поднять богатырское коромысло. Оно весило более 50 килограммов. Все хорошо, люди идут. Привлекает большое количество людей. Особенно нравится маленьким детям. Вот сегодня немножко прохладно, поэтому детей немного. Летом бывает, что по 200-300 только детишек подходят и пытаются пожать деревянную штангу. Почему деревянная? Потому что создавала сигнал для фестиваля исторической реконструкции под исторический образ наших мероприятий. Походный лагерь викингов, рыцарские турниры, штурм снежной крепости. Программа фестиваля тесно переплеталась со скандинавской мифологией и стала ярким событием этих выходных дней.